Великобритания 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 против напавших на Грецию итальянцев. Особенно умело действовали греческие артиллеристы. После нескольких встречных сражений в горах, проигранных итальянцами, больших потерь, темпы их бегства стали расти в геометрической прогрессии. Начальник германского генштаба генерал Гальдер записывает в дневнике «Италия не имеет выдающихся генералов». В середину ноября запись в дневнике министра пропаганды Геббельса «Греки воюют уже на албанской земле. Итальянцы сели в лужу. Тягостное положение для нас». Именно в эти дни в Берлине был очень популярен следующий анекдот. Французы на Лазурном берегу выставили плакаты с надписью «Греки, стойте! Здесь уже Франция!» Испания 4 ноября высадила свои войска и взяла на себя управление африканской зоной и портом Танжер. Это насторожило англичан. Танжер – южные ворота в Средиземное море. Один из замков для Гибралтарского пролива. В Соединенных Штатах в начале ноября завершались очередные выборы президента. Гитлер надеялся, что Рузвельт не будет избран на третий срок. А в Великобритании страстно желали ему победы, потому что Рузвельт практически определил курс своей внешней политики, полная поддержка английских усилий по низвержению власти национал-социалистов. 5 ноября стало ясно, что Франклин Делан Рузвельт, ФДР, как его называли, с очевидным преимуществом в третий раз избран президентом Соединенных Штатов Америки. «Я молился за вашу победу, и она сделала меня счастливым», писал в поздравительной телеграмме Уинстон Черчилль. Среди лидеров воюющих держав было немало обыкновенных выскочек, людей, выпрыгнувших из своих биографий. Достаточно вспомнить сына кузнеца Бенита Муссолини, сына сапожника Иосифа Сталина, вышедшего из семьи мелкого чиновника Адольфа Гитлера. По японским понятиям выскочкой можно было смело считать и самого сэра Уинстона Черчилля, и без всяких сомнений Франклина Рузвельта, потому что Япония управлялась строгой иерархией духа, на вершине которого стоял сын бога Тенна, японский император, абсолютный монарх, который являлся для своих подданных еще и значительным религиозным объектом поклонения. В прямом смысле слова японский император не был правящим, он скорее был парящим над мелочной злобой дневи. Император не участвовал в политической жизни, его нельзя было видеть. Император Хирохита имел громадную власть над душами японцев, хотя европейское слово «власть» не передает суть отношений императора и его подданных. Император царствовал в сердце каждого японца. Японский азиоцентризм, теория главенства Японии в Азии, требовали для своего воплощения объединения японского духа и японского меча. Война Японии в Китае, начавшаяся летом 1937 года, принесла японской армии быстрые победы и захват после жесточайших бомбардировок с воздуха приморских китайских городов. Но Китай не та страна, которую можно победить. И Япония получила постоянный фронт, где война то затухала, то разгоралась вновь. В Японию регулярно доставлялся прах солдат и офицеров, погибших в Китае. Небогатая природными ресурсами, но мощная в военном отношении страна должна была искать выход из китайского тупика. Главные силы итальянского флота в начале ноября базировались в порту Таранта. В ночь с 11 на 12 ноября английская авианосная авиация добилась своей самой крупной и незабываемой победы. На итальянских кораблях не было радаров, не было их и в порту. Английский авианосец Илла Стрес поднял в небо две волны. Всего в налете участвовал 21 самолет. Среди них были торпедоносцы, пикировщики и самолеты-осветители. В линкор Кавур попала торпеда, и он затонул. Линкор Литторио получил тяжелые повреждения. Линкор Дайя Дуильо после попадания в него торпеды выбросился на берег. Кроме того, англичане повредили два крейсера, подожгли нефтехранилище и уничтожили базу гидросамолета. Потери англичан – два самолета. Итальянские адмиралы были в шоке. Министр иностранных дел и зять Муссолини, граф Чиана, записал в дневнике. Черный день. Англичане без предупреждения, интересно, как по мнению графа, они должны были предупреждать итальянцев. «Атаковали итальянский флот, стоящий на якорях в таранто. Я думал, что найдут дучи разочарованный». Вместо этого он спокойно принял удар, ни на секунду не показав, что полностью осознает его тяжесть. На дипломатическом фронте главным в ноябре был визит в Берлин народного комиссара иностранных дел и председателя Совнаркома Вячеслава Молотова. Утром 12 ноября в Берлине шел мелкий осенний дождь. В рейхсканцелярии Гитлер награждал дубовыми листьями к рыцарскому кресту командира подводной лодки У-99 Отто Кречмера. На вокзале Молотова встречали Риббентроп и фельдмаршал Кейтем. В этот же день начались на высшем уровне переговоры между советской делегацией, между Молотовым и представителями руководства нацистской Германии. Гитлером, фон Риббентропом, Герингом, Гессом. Спектр вопросов, которые рассматривались на этих переговорах, был весьма и весьма широк. Это и вопрос о судьбах Британской империи, которую Гитлер видел уже стоящей на коленях, поверженной в прах. Это, нужно сказать, была весьма неуклюжая попытка выдать желаемое за действительное. Это проблема тройственного пакта, подписанного в сентябре 1940 года Германией, Италией и Японией и позиции Советского Союза в связи с заключением этого пакта. Наконец, это ключевой вопрос о разграничении сфер влияния между Германией и СССР. По сути дела, эти берлинские переговоры могут быть квалифицированы как попытка политического зондажа, осуществленная Сталиным в отношении намерений фашистской Германии. Нужно сказать, что вопреки той информации, которая содержалась в официальном коммунике, опубликованном в Москве сразу после возвращения Молотова из Берлина, а в коммунике говорилось, обмен мнений протекал в атмосфере взаимного доверия и установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и Германию. Переговоры со всей отчетливостью продемонстрировали то немаловажное обстоятельство, что в отношениях между двумя странами существовали очень серьезные, наверное, по большому счету неразрешимые противоречия. Молотов прибыл в Берлин с вполне конкретными вопросами. Советский Союз беспокоило очевидное присутствие германских войск в Румынии, Болгарии и Финляндии, входящих в сферу интересов СССР. Не устраивало советское правительство и соглашение об использовании Черноморских проливов, которые в любой момент могли быть закрыты. У Молотова были точные и конкретные инструкции от Сталина, и он строго следовал им. Уже предварительная встреча с Риббентропом убедила Молотова, что немцы предпочитают абстракции конкретным проблемам. Риббентроп предложил начать дележь наследия Британской империи, а Советскому Союзу направиться в поход к Персидскому заливу и Индийскому океану. Примечательно, что во время берлинского визита Молотова случился один довольно забавный и в чем-то даже симптоматичный эпизод. Речь идет вот о чем. Вечером 13 ноября, когда в здании советского посольства был организован банкет, и когда Молотов и Риббентроп поднимали бокалы, в небе над Берлином появились английские бомбардировщики. Естественно, прозвучал сигнал воздушной тревоги, и участники банкета, по свидетельству наблюдавших эту сцену современников, спешно покинули здание и бросились почти бегом на Вильгельмштрассе, в бомбоубежище Министерства иностранных дел Германии. В этом бомбоубежище советский нарком и имперский министр иностранных дел продолжили свою беседу. Таким образом, англичане помогли Молотову адекватно отреагировать на беспочинные утверждения Гитлера о том, что Британская империя уже практически не существует. Обе встречи Молотова с Гитлером привели рейхсканцлера в бешенство. Фюрер говорил о перспективах в таких тонах, будто Англия уже разгромленно стоит на коленях и просит подаяния, но ответить на заданные ему Молотовым вопросы не пожелал. Похвастаться нечем, но по крайней мере выяснил теперешние настроения Гитлера, с которыми придется считаться. Этими словами Молотов закончил свой телеграфный отчет Сталину. В берлинских беседах Молотова с Гитлером и Риббентропом было еще очень много нюансов. Временные попутчики, союзники, враги прощупывали друг друга, боясь совершить крупный, ответственный или опрометчивый ход. У Молотова и Сталина осталось впечатление, что для Советского Союза дорога ко вступлению в коалицию с Германией, Италией и Японией по-прежнему открыта. Во всяком случае, 26 ноября Молотов пригласил к себе германского посла фон Шуленбурга и заявил ему, что Советский Союз готов рассмотреть проект о пакте четырех держав на следующих условиях. Первое. Германские войска будут немедленно выведены из Финляндии. Второе. Для обеспечения безопасности Советского Союза в проливах, ведущих в Черное море, должен быть заключен договор с Болгарией и размещены советские военные базы внутри Босфора и Дарданелл. Третье. Область к югу от Батуми и Баку в направлении Персидского залива признается зоной территориальных устремлений Советского Союза. И четвертое. Япония отказывается от своих прав на концессию угля и нефти на Северном Сахалине. Эти широкоформатные предложения требовали от Германии слишком больших уступок, и Гитлер попросту предпочел их не заметить. Но советский зондаш ответа не последовало. Германские бомбардировщики несколькими налетами на английский город Ковентри, один из центров авиапромышленности, превратили большую часть города в руины. После войны усилиями пропаганды победителей Ковентри стал одним из символов воздушного варварства. Безусловно, и один разрушенный мирный дом, и один убитый мирный житель достойны сожаления. Но если говорить о символах войны, то Ковентри, город военной авиапромышленности, стоит среди них после Гамбурга, Дрездена, Любика, Нанкина или Хиросимы. Геббельсовская пропаганда всеми своими рупорами ежедневно говорила о страданиях, дошедших до крайности жителей Британских островов. Конечно, англичане несли тяготы войны, но сила духа, вера в конечную победу их не покидала. На пляжах стояли заграждения из колючей проволоки. Иммигрантов-беженцев, в том числе спасшихся из Германии евреев, поместили в спецлагерях на острове Мен. Женщину, заявившую в метро, что Гитлер лучше руководит немцами, чем Черчилль англичанами, приговорили к пяти годам тюрьмы. Ополченцы проводили ежедневные тренировки по отражению немецкого вторжения. Во время танцев в противогазах убивали сразу двух зайцев, учились дышать в масках и отдыхали. Невиданный энтузиазм был проявлен при сдаче металлолома. Многие лишились домашних сковородок, полагая, что если не самолеты, то уж танки из сковородного металла сделать можно. Отмечался и всплеск интереса британцев к классической музыке. Никогда, пожалуй, в истории Великобритании Гендель, Гайден или Моцарт не получали в душах суровых британцев такого искреннего отклика. Умирать, видимо, приличнее под классическую музыку, чем под всякую ерунду. На очередной сессии британского парламента выступил премьер-министр Уинстон Черчилль. До настоящего момента война велась между до зубов вооруженной Германией и на четверть или наполовину вооруженной Британской империей. Мы не так уж плохо справились со своей задачей. С уверенностью и надеждой я жду того часа, когда мы сами будем вооружены так же хорошо, как и наши противники. А если понадобится, то и лучше. Я жду того часа, когда арсеналы, учебные лагеря и наука нового света и британской империи дадут нам то материальное превосходство, которое в сочетании с преданностью стойких сердец наверняка принесет человечеству победу и освобождение. В 20-х числах ноября в тройственный пакт вступили Венгрия, Румыния и Словакия. Болгарский царь Борис III во время встречи с Гитлером в Берхофе дал обещание присоединиться к державам Аси в подходящий момент. Болгарский монарх ссылался на общественное мнение и опасность потерять престол. Во время ноябрьских переговоров 1940 года Молотова в Берлине одной из серьезных проблем оставалась проблема Финляндии. Ведь маленькая северная страна незаслуженно избежала превращения в 16-ю Советскую Республику. Финская интеллигенция не познала на себе все особенности сталинского социалистического строительства, а крестьяне избежали мучительной коллективизации. Гитлер при всех оговорках признал права Советского Союза на Финляндию в соответствии с секретным дополнительным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года. 25 ноября 1940 года народный комиссар обороны маршал Семен Константинович Тимошенко издал особую директиву, адресованную командованию Ленинградского военного округа. В соответствии с этой директивой предполагалось разгромить Финляндию силами двух фронтов, северного и северо-западного, в состав которой включалось более 50 дивизий. Целью войны по директиве Тимошенко должна была быть полная оккупация страны с занятием Хельсинки на 45-е сутки операции. Все подготовительные мероприятия в штабе Ленинградского военного округа должны были быть завершены к 15 февраля 1941 года. В директиве Тимошенко интересно следующее. Всего 8 месяцев спустя, после окончания Зимней войны, в перечне потенциальных союзников Финляндии, которые могли оказать ей вооруженную помощь, отсутствовали Великобритания и США. В то время как в перечне потенциальных противников Советского Союза, которые могли выступить на стороне Финляндии, указывались Швеция, Норвегия и, что особенно для нас интересно, Германия. А ведь для утверждения плана Барбаросса оставался еще целый месяц. Гитлер в письме к Муссолини предложил Дучи несколько дивизий для помощи итальянцам в Северной Африке и настоятельно рекомендовал захватить британскую базу на острове Мальта. Гитлер также давал дружеские советы по поводу неудач Италии в войне против Греции, а в заключение предложил Муссолини использовать на Средиземном море один германский авиакорпус. В немецком генштабе участие своих войск в боях в Северной Африке считали делом рискованным. Генерал Гальдер записал в дневнике, в оперативном отношении опасно отправлять немецкие войска за море, на котором мы не имеем господства, при наличии такого союзника, который не будет готов бросить свои последние силы, чтобы обеспечить безопасность судоходства по этому морю. В отличие от генералов, Гитлер понимал, что поражение Италии в Греции и Африке вынуждают Германию к участию, хотя бы и в ограниченном масштабе, в войне на Балканах и на Средиземном море, потому что оттуда можно было легко угрожать нефтяным вышкам в румынском районе Плоешти. Плоешти Северной Африке Адмирал Исироку Ямамото, главнокомандующий Объединенным флотом Японии, поделился своим замыслом нанести упреждающий удар по американскому флоту с целью максимального ослабления его в самом начале неизбежной войны с Соединенными Штатами. Ярскую операцию начали разрабатывать несколько приближенных к Ямамото штабных офицеров. До нападения на американский флот Пирл-Харбори оставался еще целый год. Вторая половина ноября 1940 года. Это было время, когда фюрер немецкого народа мучительно искал ответы на классические русские вопросы. Кто виноват и что делать? Экономическое положение Германии оставляло желать много лучшего. Морская торговля практически замерла. На пороге реально вставала перспектива реконвертации немецкой марки. В это время гросс-адмирал Эрих Реддер практически всецело завладел вниманием фюрера, предлагая сокрушить коварный Альбион этакой средиземноморской удавкой. Реддер предлагал захватить Гибралтар и Мальту, без чего овладение британскими островами и нанесение поражения Великобритании было бы невозможным. Однако Гитлеру серьезно испортило настроение высказывание американского президента Франклина де Лану Рузвельта, который 5 ноября в третий раз уселся в президентское кресло. Финансовые активы Великобритании иссякали, но Рузвельт неожиданно заявил, мы предоставим англичанам все необходимое, либо в аренду, либо взаймы. Конечно, тогда, в ноябре 1940 года, Гитлер еще не мог оценить того смертельного слова «Лент-Лиз», но что-то в словах американского президента у него вызвало серьезную озабоченность. Да, Реддер был прав. И только согласившись с его планом, Гитлер наконец стал догадываться, в какую гигантскую ловушку загнал его Сталин еще осенью 1939 года. Абверт докладывал с тревогой о развертывании сил Красной Армии на восточных границах Рейха. В ноябре 1940 года на восточных границах Рейха разворачивалось более 130 советских дивизий, включая более чем 15 танковых. На Гитлера это произвело очень сильное впечатление. Реддер был прав, но Сталин не оставил Гитлеру никакого выбора в той конкретной сложившейся для него военно-политической ситуации. В ноябре Сталин, понимая, что времени, истории и судьбой Советскому Союзу отпущено мало, неоднократно выговаривал руководителям Красной Армии за их медлительность в обучении войск современным методом войны. 7 ноября после праздничных торжеств на Красной площади на званом обеде Сталин поднял бокал и произнес весьма неожиданный тост. «Мы не готовы для такой войны, которая идет между Германией и Англией. Оказалось, что наши самолеты могут задерживаться в воздухе меньше, чем немецкие и английские. Между тем, никто из военного ведомства не сигнализировал насчет самолетов. Никто из вас не думал об этом. Я вызывал наших конструкторов и спрашивал их, можно ли сделать так, чтобы и наши самолеты задерживались в воздухе больше времени. Ответили, можно, но никто нам такого задания не давал. Я один занимаюсь со всеми этими вопросами. Никто из вас об этом и не думает. Я стою один. Но я вам покажу, если выйду из терпения. Вы знаете, как я это могу. Так ударю по толстякам, что все затрещит. Вот такая праздничная речь вождя. В самом конце ноября 1940 года в штабе вермахта началась оперативно-стратегическая военная игра, которая продолжалась 8 дней. Германские генералы высшего звена проигрывали план кампании против Советского Союза. На картах танки стремительно прорывали оборону русских, и устремлялись на Москву. Карты сулили успех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова